Я работаю главным технологом на предприятии по производству лекарственных средств в Воронеже. Год назад руководство нашего завода решило освоить производство новой продукции, средства для лечения воспалительных заболеваний в блистерной ПВХ-упаковке. Мы купили необходимое оборудование для производства препарата, блистерную машину, организовали участок фасовки и упаковки капсул. Однако в процессе производства препарата мы столкнулись с появлением некачественных капсул в блистере. Блистер – это вид фармацевтической упаковки, в котором используются рулонные материалы ПВХ и алюминиевая фольга. Они максимально сохраняют твердые желатиновые капсулы с порошками и мягкие желатиновые капсулы с маслами от воздействия окружающей среды. Для удаления капсул из блистера в производственных масштабах главный инженер посоветовал купить специальную деблистерную машину. Я последовал его совету и начал поиск машины для удаления капсул из блистера. Сначала я решил обратиться к поставщику имеющегося у нас, иначе говоря, оборудование для производства капсул. С этой компанией мы работаем на протяжении 10 лет, и я обратился к ним за деблистерной машиной. Аппарат я искал максимально эффективный безопасный для работника из прочного материала с производительностью 100 блистеров в минуту. Машина должна быть компактная по габаритным размерам и понятная в обслуживании. Я узнал телефон предприятия в отделе продаж и связался с менеджером. Специалист, который, в принципе, разговаривал со мной, рассказал, что это оборудование сняли с производства в прошлом году. Менеджер предложили деблистерную машину с ручным управлением, однако я оказался, так как для производственных масштабов предложенный аппарат не подходит. И вот я приступил поиску оборудования для удаления капсул из блистера с чувством уверенности, что обязательно найду необходимый вариант. Однако путь поиска оказался для меня не таким простым, как оказалось на первый взгляд. Решил посмотреть, сравнить производителей машин в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел три компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранные варианты из-за высокой стоимости и отправит на повторный поиск. Затем я поискал аппарат для удаления желатиновых капсул из блистера у китайских производителей. Здесь вариантов было, по сути, больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов пять компаний по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через пять месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок пять месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика, и поэтому, принципиально решено было, по сути, отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке машины для удаления желатиновых капсул из блистера и решил обратиться к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути, и поэтому, принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение имело длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма за машину выходила на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне деблистерную машину в указанный срок. Решил посмотреть последний вариант среди российских посредников. Заранее я проверил компанию в базе предпринимателей России на наличии судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта фирма не фигурировала. Сайт компании мне понравился. Современный, структурированный, много видеороликов. Созвонившись с менеджером фирмы, я получил хорошую консультацию по декапсульным машинам. Специалист предложил мне машину для удаления капсул производительностью 110 блистеров в минуту. Менеджер рассказал мне о возможностях автомата, прислал ролик на электронную почту, приводил опыт прошлых клиентов. Мне понравился его деловой и профессиональный подход. Условия доставки и цена меня устроили и через неделю мы заключили договор на поставку автоматического оборудования для дозирования жидкостей. Оборудование было по сути поставлено в регламентные сроки. Машина была, по сути, высокотехнологичная. Регулирование процессом удаления капсул осуществлялось при помощи заданных параметров на панели управления. В аппарате можно регулировать скорость удаления капсул из блистера. Капсулы удерживались в специальном приспособлении. В бункер попадали уже удаленные капсулы. Мы остались довольны деблистерной машиной, по рекомендованным и поставленным менеджерам этой компании. Специалист предоставил необходимые документы на оборудование, гарантийное обслуживание, паспорт установки, инструкцию по эксплуатации машины. Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки оборудования. Настоящие профессионалы обращают внимание на мелочи и мне повезло найти такого человека при выборе оборудования.